В Турции работает еще одна наша съемочная группа, Георгий Алисашвили. В течение всего этого дня в Стамбуле говорил с людьми, которые в первые часы после известия о попытке переворота вышли на улицы. Что это было? Дворцовый переворот? Бунт генералов? Даже знающие все на свете стамбульские таксисты теряются в догадках. Мехмед считает, главное не заработать, а удивить клиента. Улыбчивый торговец каждому показывает фокусы с вафельным стаканчиком. Этот номер называется Евросоюз. Пообещать много и не дать ничего. В ночь переворота он работал здесь, в пяти минутах от площади Таксим, где собирались сторонники действующей власти. Из-за военных пришлось прикрыть лавочку. Я все бросил и побежал на площадь Таксим, потому что там мы защищали свою страну. Кому-то не нравится власть, хорошо, дождитесь выборов и голосуйте против. Но туркам не нужен переворот. Это все организовано на Западе. Если вы ищете причину, то она в США и Европе. Это все понимают. Ночь с пятницы на субботу поставила рекорд по продаже шаурмы. Стотысячная толпа, державшая оборону главной площади страны, подкрепляла силы здесь, словно на полевой кухне. Фатих говорит, если бы в те часы решавшие судьбу страны к нему в кафе зашел военный, обслуживать его никто бы не стал. Полиция и армия, там служат те, кого ставят в пример. Мы всегда так гордились нашими военными. И что теперь? Они хотели воевать с нами, со своим народом. Я видел глаза этих сопляков с автоматами по телевизору. Они же дети еще. Это их я должен слушать. Мы всем классом пошли на Таксим. Мои родители меня поддержали. Хайрунисе всего 13, но родители давно объяснили девочке, без хорошего президента Эрдогана у нее нет будущего. Если светских турок пугала возможность окончательного подрыва демократических институтов, то турки религиозные боялись отката от реформ последних лет, которые оппоненты Эрдогана называли исламистскими. И впервые за долгое время два противоположных лагеря, обеспеченный Западный Стамбул и богобоязненный Восточный, оказались на одной стороне, против мятежников в военной форме. Если бы не Эрдоган, моя дочь никогда бы не смогла получить образование. Это ведь он разрешил носить платки и хиджабы в школах и университетах. Вы только подумайте, если бы не наш президент, мой ребенок был бы на домашнем обучении, а потом бы не смог найти работу. Во многих местах раньше мы не могли одеваться так, как положим в нашей религии. Эксперты считают, именно поддержка консервативной части населения, традиционного электората президентской партии справедливости и развития и решила исход борьбы. Мятежники все-таки в первую очередь опирались не на поддержку народа, а на военную силу. А на улицы выходили как раз сторонники действующей власти, потому что им было понятно, кого и чего защищать. А кто будет поддерживать мятежников и за что они будут выходить на улицу. Таких призывов даже не звучало. Нужна всегда сила, которая их мобилизует и выведет на улицы. У турецкого переворота не было лица. Заявление сделала девушка, ведущая канал ТРТ-1. Но сами понимаете, что, конечно, она яркая и обаятельная блондинка, но вряд ли она кого-то выведет на улицу. Кубилай уверен, родина не продается. Эрдоган может и не для всех отец нации, но задюженные малоизвестных генералов, скромный торговец флагами, идти не готов. Кто знает этих военных? Вы хоть одно знакомое лицо там видели? Ну, может, парочку. Они что думали, люди их поддержат? Курдская песня разносится по истеклялю. Мохаммед всегда поет на родном языке. Удивительно, но даже курды, у которых с Эрдоганом давние счеты, в этот раз молчаливо поддержали ненавистного президента. Мы не любим президента. Ну а что, военные лучше, что ли? Мы не за Эрдогана, мы не за Турцию как республику, мы за место, в котором мы живем. Хотелось бы жить лучше, конечно, но уж точно не с военными у власти. На здании культурного центра Ататюрка, знаковом месте, там, где три года назад был штаб бунтарей, требовавших отставки Эрдогана, сегодня висят его портреты. Те, кто так отчаянно выступал за смену власти в июне 2013-го, неожиданно пересмотрели взгляды. Или, что тоже возможно, еще не сказали своего слова. И пока они молчат, Стамбул приходит в себя. Постепенно. Несмотря на рабочий день, многие магазины сегодня так и не открылись. Что еще бросается в глаза? В городе очень мало туристов. Обычно переполненные в это время кафе в центре города сейчас практически пустые. И после дня, проведенного в Стамбуле, главный вопрос. Что же все-таки происходит? Это возвращение к спокойной жизни? Или все-таки затишье перед бурей? Георгий Алисашвили, Павел Волконский, Первый канал, Стамбул, Турция. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова